Глаза — это самое сложное. Работа идёт очень чисто, никаких клякс. Лучше не доделать, чем переделать, как я говорю. А в результате ларчик открывался просто. Подходите с умом. Всем здравствуйте! Меня зовут Лагвиненко Ксения, и сегодня я вам буду показывать особенности работы на возрастном сложном веке мастера-левши. Ксения Лагвиненко — мастер и тренер по перманентному макияжу. В профессии с 2015 года. Лучший липс-артист по версии Inter-Permanent Awards 2021 года. Спикер и участник чемпионата Inter-Permanent 2021. Спикер чемпионата World 2022. За время работы в сфере перманентного макияжа выполнила более 5000 процедур. За 2021 и 2022 годы обучила более 15 потоков базового курса. Итак, начинается моя работа с того, что я фиксирую направляющую линию. Я рекомендую начинать фиксацию с точечек. То есть максимально контролируя руку стабильно, вы ставите точечки по всей площади, соответственно, нашего хвостика. И уже в результате потом вы можете по ним соединить красивую направляющую тоненькую линию. Беру средний цвет, натягиваю глазик, максимально натягиваю одним-вторым пальчиком и третьим еще подтягиваю. И начинаю ставить аккуратно точечки. Мы сейчас зафиксируемся, мы проходим и, естественно, себя проверяем. Все прекрасно, все остается. Наша еле заметная тоненькая линия, которая заживет полутени. Далее я прохожусь полностью движениями на вылет по всей зоне нашей растушевки для того, чтобы просто подвскрыть кожу. То есть у меня нет сейчас задачи оставить уже цвет, насыщенность и яркость пигмента. Я это делаю, чтобы положить вторичную анестезию, чтобы нашей модели, клиенту было уже комфортнее переживать эту процедуру. Я делаю горизонтальные движения вдоль нашей межреснички. Движения просто еле-еле цепляющие. Очень часто у мастеров не получается именно красивой вуали, растушевки в причине того, что у них неправильная натяжка, неправильная постановка рук. То есть если вы не натянули, все, у вас пигмент не ляжет так, как вам нужно. У нас века чуть-чуть сосудистой, поэтому вполне возможно, что будет маленький красный покраснение, это нормально. Которые пройдут в течение одного-двух дней, это не критично. Стараться нужно работать вообще максимально деликатно. И что я делаю еще? Я прохожу сейчас межресничку для того, чтобы тоже ее немножечко подцепить и уже буду после вторичной анестезии ее проходить основательно. Выворачиваю века и по чуть-чуть прохожусь. Работаю именно цепляющими движениями. Красно все и наношу вторичную анестезию. Протираю чуть-чуть глазик. Беру микробраш, прохожусь аккуратненько в зоне межреснички. Должно быть легкое пощипывание. В принципе, самое ответственное, самое страшное мы уже сделали. Мы зафиксировали нашу направляющую. Дальше уже вопрос техники. Отек, по сути, он неизбежен. То когда отек уже сойдет, глазки вернутся на исходное состояние, именно на такое, как мы отрисовывали, эскиз. Пока у нас первый глаз морозится, мы также проходимся, фиксируем направляющую линию второго глаза и также проходимся по всей площади глаза для вторичной анестезии. Также натягиваю обязательно глазик в три стороны. То есть точечная фиксация вам дает стопроцентную гарантию, что у вас не будет никакой жирной линии, а будет все максимально найден. Это особенно подойдет для начинающих мастеров. И также проверяем. Нашу направляющую линию готова. Вы работать должны навеки супер деликатно, еле-еле касаясь. Но каждое движение должно быть очень четким. То есть у вас игла в холостую работать не должна. Я не развожу особо мокрое состояние глаз, то есть слегка влажная палочка ватная, чтобы нас не натирать лишний раз. И также накладываю вторичную анестезию. Если вы работаете достаточно медленно, после того, как вы сделали первый проход, вы можете не наносить вторичку, потому что если вы, например, будете с первым глазом сейчас работать на протяжении минут 30, глазик уже отойдет и переморозится. Поэтому, то есть можно, когда вы только будете переходить к этому глазу, накануне, скажем так, положить анестезию. Все, мы сейчас переходим, возвращаемся к первому глазу, который у нас уже подморозился. И сейчас начинаю проходить межресничное пространство. Если я делаю межресничку в последнюю очередь, у меня уже века наболевшая, отекшая, и клиенту очень тяжело дается межресничка, то есть уже реально больно. Беру, как я говорила, самый темный оттенок, четверочку, и никуда не торопясь, начинаю проходить. Работа идет очень чисто, никаких клякс, потому что я еле-еле дотрагиваюсь иголочкой. Мы переводим на ощущение, да, то есть вы должны как будто вы процарапываете, корябаете. Пришочек у меня может быть прям либо максимально короткий, либо могу дорабатывать немножечко барашки. Я только на межресничке так могу работать. Почему мне очень нравится Ханофи в работе? Во-первых, идет достаточно быстрая укладка. Тут нет как такового черного цвета, то есть ваша межресничка никогда не посинеет. Я прохожу плюс-минус до последней реснички, в угол далеко не захожу, потому что она должна на нет сойти. Обычно на межресничку у меня уходит два прохода. И для того, чтобы она смотрелась хорошо, она не должна у вас быть прям чернющей, такой плотной линией, быть чем-то отдельным от ресниц. Сейчас наложу еще раз вторичную анестезию, для того, чтобы было прям комфортно. Второй проходик. После первого прохода в целом у нас уже достаточно видна. Межресничка. Обязательно работать нужно по сухому веку, да? И второй раз проводим наши межресничные фабрики на стене. Сейчас уже должно быть точно меньше. Как вы видите, никакой грязи. Конечно, очень важно, какая у клиента позже и восприимчивость пигмента. Честно могу сказать, что иногда работаю очень активно, хорошо, стираю пигмент, пигмента как будто нет. То есть тут уже зависит не от моего мастерства, действительно, индивидуальные особенности, они учитываются. Самое важное, что вам нужно знать в процедуре, то, что пигмент после процедуры, он может быть существенно бледнее, визуально выглядеть, нежели когда он заживет. Потому что все равно воспалительный процесс уходит, отечность уходит, то есть кожа обратно сжимается, концентрация увеличивается, и плюс более холодный цвет принимает. Поэтому очень осторожно работайте на глазах, потому что в результате можете перестараться, а эффект будет прям такой, ядреный. Лучше не доделать, чем переделать. Я не работаю внутрикожно, прям внутри межреснички, постоянно оставляя иглу там. Многие мастера, я слышала, работают иголочками до точки М. Но я не понимаю, как так можно работать, потому что априори у нас должен быть максимально точный, быстрый удар, который, скажем так, проколит кожу, оставит след. То есть пигмент М. Все-таки она, скажем, более туповатая, ну, для меня, по крайней мере. Я ее использую все-таки на брови. Она идеально подходит, когда хочется особенно перестраховаться, чтобы пигмент не ушел никуда глубоко. Наша межресничка готова. Мы переходим на другой глазик. Как вы видите, тоже здесь эскиз еще остался у нас. И прекрасно проявилась направляющая линия. И видите, да, что она прям сходит на нет. То есть нам ярче не нужно. Когда стрелочка наша заживет, вот это место, оно именно в тень ушло, чтобы не просматривалось никакой линии. Тем самым мы не подчеркнем, то, что веко у нас нависает, оно просто у нас вот визуально оттенит, как будто глаз у нас развернутый, смотрит наверх. Также берем самый темный оттенок, начинаем работать. Я всегда носик подтираю. Не люблю, когда у меня капельки свисают. Если вы сейчас даже заметите, когда мы вернемся к первому глазику, да, даже как такового отека еще не будет. Потому что как раз-таки мы межресничку сделали в первую очередь. Еще реакция у нас не пошла. Протираем, накладываем еще раз вторично. Будем делать второй проход. Что важно вообще в принципе в перманентном макияже, чем меньше вы мусолите кожу, чем меньше вы на ней работаете, тем лучше и больше приживется ваш пигмент. Если вы делаете какую-либо процедуру в один проход, ну это красивый, равномерный проход, оставьте так, у вас все прекрасно заживет. Поэтому так же с межресничкой. Почему там два, ну максимум два с половиной, да, прохода? Потому что она у меня и так прекрасно приживется, и мне не надо наверняка что-то там заканчивать. Такого не может быть. Почему? Потому что когда правильная постановка рук, он его не откроет. Потому что, ну, пальчики не позволят. Вот то, что касается стрелочек. Особенно стрелочек с растушевкой, вы к этому должны подойти максимально ответственно. Во-первых, глаз очень тяжело что-либо удалить. А глаза женщины, это, да, ну, это ее взгляд, ну, это ее лицо. Вы должны максимально уже чувствовать кожу. У вас должно быть хорошее оборудование. То есть, скажем так, глаза на масте я не рекомендую делать, если мы не говорим, опять-таки, про межресничку. Естественно, хорошие пигменты, и глаза не прощают ошибок. Рисунок должен складываться из красивых точек, из красивой росы. Сейчас я подморожу опять наше веко, где мы уже работали, потому что мы сейчас уже будем делать первый этаж нашей растушевки. Здесь я уже намешала другие цвета. В данном случае взяла троечку и двоечку. Кому-то иногда я беру также за основу четверку и разбавляю двойкой, потому что, ну, иногда просто не ложится цвет, да. А иногда беру просто двоечку в чистом виде, если нужно прям еле-еле легкую тень. То есть все зависит уже непосредственно от кожи, от клиента и как заходит у нас пигмент в кожу. Максимально растягиваю кожу. Что я делаю сначала? Я по всей площади, то есть по первой трети нашей растушевки, прохожусь сначала в горизонтальных движениях, а потом создаю сеточку, прохожусь уже на вылет. То есть для чего мне нужна сеточка? Для того, чтобы у меня не полосило и чтобы у меня это все как бы смешивалось и получился красивый, прям такой нежный, хороший переход. То есть у меня нигде не будет никаких границ. Коротенькие цепляющие движения. Чуть-чуть вывожу наш хвостик направляющий. Здесь потемнее рюмочка, уголочек лежит. Напомню, у меня нет задачи сделать какую-то большую растушевку, смоки. То есть я немножечко делаю потемнее около межресничного пространства, потом буду вытягивать более светлыми оттенками. Работаю в горизонтальных сейчас движениях. Как видно на камере, у меня достаточно сухая тоже работа. Сейчас я делаю движение на вылет из межреснички. То есть из межреснички вверх к растушевке. Не в горизонте уже. То есть это уже вертикалька под наклоном. Данные движения позволяют тушевать, сделать очень мягкие границы. Порошенечко мы прорабатываем нашу рюмочку. И такие же диагональные движения и прохожусь теперь от себя в другую сторону. Прекрасно у нас очень хорошие остаточки. У нас уже начинает просматриваться рисуночек. Но никаких пятен. Все максимально равномерно у нас закладывается. И делаю вывод, что вольтаж я на аппарате не меняю. Для кожи комфортнее данный вольтаж. И все прекрасно получается. И делаю еще раз то же самое. Очень цепкие, маленькие, коротенькие движения. Большими, длинными штрихами я не работаю. Потому что это очень травматично для века. Делаю я два прохода. То есть в принципе анестезии на эти два прохода хватает. Но к концу уже может быть почувствительнее. Если мы говорим про аппараты, то, конечно, я рекомендую на глаза это либо гибриды, либо длинноходы. Моя субъективная рекомендация. Мне так комфортно, так я чувствую. Потому что это более сильный аппарат, который прям оставляет хороший след и наносит минимальную травму. То есть в глазах нам нужно просто более четко, более красиво вуально разложить, нежели чем просто закрасить. Если мы, возможно, говорим про классическую стрелку, то туда подойдет короткоход. И переходим сейчас на второй глазик. Также наносим вторичную анестезию. Сейчас будет самое интересное. Я Олег Ша. Изначально я научилась работать из-за головы. Я всегда делала на себя. И таким образом я получала максимально симметричные работы. Когда сидим в одном положении, у нас у одного глазика движения идут на себя, на вылет. А, соответственно, чтобы здесь делать на вылет, идет от себя, то все равно это штрихи немножечко разные. Даже какая бы у вас суперспособность ни была на себя и от себя, это разная сила нажатия. И, в принципе, аппарат в другую сторону работает. Сейчас, когда я работаю в целом, то есть с одной стороны, первый этаж цвета, более темного, я положу так же, да, сидя в этой плоскости, на этом месте. Но когда мне уже нужно будет делать вытушку, вытушевывать и максимально сделать ее симметрично по сравнению с первым глазом, я немножечко в конце пересяду для того, чтобы добавить этих движений на вылет в диагонали именно на себя, чтобы штрих был на себя, а не от себя. И начинаем работать пока в горизонте. Смотрите, когда вы работаете в горизонте и доходите, да, скажем так, до верхней горизонтальной линии, вы не делаете здесь очень много движений. Они максимально разряжены, то есть они тоже должны быть в переходе. Мы не работаем там агрессивно и много. Даже из темного цвета просматривается такая растушевочка в переходе. Когда вы рисуете, у вас все точечки должны быть на своем месте. Что я делаю теперь? Я в горизонте прошлась, я немножечко делаю сейчас штрихи от себя, да, то есть на вылет в диагонали, для того, чтобы стушевать. Также из межреснички прямо на вылет. И также делаю, соответственно, диагональ теперь только на себя, да, в другую сторону, то есть создаю эту сеточку. Я не растягиваю сразу весь глаз, да, я растягиваю именно кусочками. Еле такой смоченный ватный диск, прекрасно все остается. Когда вы рисуете, у вас не должно оставаться полос в виде рисунка, то есть они вообще не должны просматриваться. Непонятно, где начало, где конец, где середина. Просто равномерное, красивое полотно из точечек. Вот тогда это именно тот штрих, в котором вы работаете. Так, реснички у нас загибаются, я положу ватный диск на реснички, для того, чтобы их немножечко отбежать. И натяну века. Очень важно работать в разные стороны. Тогда вы уходите полностью от полос. Все максимально мягко и красиво. Сверяю, да, плюс-минус, чтобы у нас одна интенсивность была. И перехожу еще раз, да, обратно, на предыдущий, на первый глазик. Чуть-чуть опять подморозим наш глазик, потому что время прошло, немножечко подотпустило. У нас сейчас глаз немножко отдохнул, и видны места, где вот хочется еле-еле чуть-чуть подработать, подбавить. Кстати, по вопросу, да, куда смотрит окошечко картриджа, у меня оно всегда смотрит вниз. И я реально чувствую колоссальную разницу, если его перевернуть наверх или вбок. И когда окошечко вниз, сцепка идет более такая жесткая с кожи. Более подходящая для глаз. Еще, в принципе, советую вам модуль время от времени протирать, потому что красочка подсыхает, входите по глазу, работаете, наносите травму, а цвет не вносите. Вы всегда должны еще наблюдать за тем, как аппарат у вас оставляет следы и точечки, да. Иногда бывает, что я во время процедуры могу поменять иголочку. То есть все, она у меня уже немножечко подзатупилась, да, достаточно много было движений. Что еще нам дает второй этаж этого теплого оттенка? То, что у нас не заживет никаким серым оттенком. То есть будет очень мягкий, красивый, коричневый, такой благородный цвет. Глазик всегда протираю к переносице, чтобы убрать лишнюю отечность. Сейчас есть легкое покраснение сосудей, но они уже уйдут у нас в конце, в принципе, процедуры, и будет все прекрасно. Иногда, например, когда вам хочется именно где-то добавить плотности, работайте именно в горизонтальном движении, да. А когда мы работаем именно на вылет в диагональ, это мы подтушевываем оттенок, делаем более мягким, с переходами. Уже можно увидеть, что под конец, конечно, процедуры века чуть-чуть у нас устает, да. Это нормально. Мы не должны этого бояться. То есть это достаточно редкий случай, когда вообще, то есть, века не имеет покраснений и немножечко не выделяется у нас такая роса. Особенно, когда вы начинаете класть теплый оттенок, да, он немножечко подсвечивает наши воспалительные процессы, которые идут. Ну, опять-таки, это только временно, зато при заживлении у нас получается потрясающе красивый коричневый оттенок без ненужной серости. Я это что-то подбавлю, если увижу. И буду уже переходить на последний завершающий проход, где я просто буду создавать такую мягкую вуаль. Цвет будет практически невидим на глазах. Он подтушует все неровности и сделает максимально мягкий, красивый эффект. Я пересела из-за головы. Сейчас буду делать первый глаз. Нанесу, естественно, еще раз предварительно анестезию. Это хоть последний проход пайтовый, но все равно, чтобы у нас не было болезненных ощущений. Почищу также картридж от темного оттенка и уже буду набирать самый светлый оттенок номер один. Вытягиваю какой-то цвет на себя в диагональ. Попажу за границы, они не заживут, но они сделают красивую именно вуаль, вытяжку. Здесь вы не должны добиться какого-то оттенка, нет. Вы просто увидите, что как будто под этим слоем все внутри стушевалось и стало более равномерным и мягким. Также наносим вторичную анестезию и делаем аналогично все те же самые движения, только получается зеркальный с другой стороны также на себя. Я пересаживаюсь чуть-чуть вот с этой стороны. Я тоже движение делаю на себя и диагональ получается направлена сюда, ко мне. Так очень удобно растягивать уже на себя. Также вы себя проверяете, смотрите и подбавляете плюс-минус где нужно. Естественно, когда заживет, растушевка будет существенно меньше. Во-первых, у нас немножечко глазик отек. Во-вторых, вот этих теплых цветов их практически будет не видно. То есть, когда будет заживший результат, будет как будто вот приконтурное, примежресничное такое пространство проработанное и легкий такой невесомый хвостик, который визуально создает имитацию последней загнутой реснички, которая просто меняет немножечко направление глаз. Они теперь не грустные глазки, шеевые, довольные. И не забываем также прорабатывать основание. Бывает, конечно, что в работе один глаз отекает больше, чем другой. В одном глазу может быть сосудов больше, чем на другом. Это тоже нормально. Если вы начинаете сомневаться, то лучше оставить и доделать что-то на коррекции. Вы тоже должны понимать, краснота уйдет, цвет тоже уйдет. Поэтому если вы видите, что это непосредственно краснота от сосудов, от травмы, тоже не перерабатывайте этот глаз. То есть не догоняйте второй до этого же оттенка. То есть вот если убрать наши красные точечки, которые в принципе сейчас в течение нескольких минут, когда глаз немножечко отдохнет, сами по себе ищем, то вот такая нежная, красивая растушевочка у нас вот получается. Без каких-то переходов резких. Очень редко бывает, что прям идеальная растушевка, ни одного сосуда, ни одного покраснения, минимум отека и так далее. То есть вы должны учитывать все эти факты. Не копайтесь в себе, просто понимайте суть работы на глазах и что может быть из этого. Мы закончили с вами процедуру перманентного макияжа на веках. Процедура в среднем длится от 2 до 2,5 часов, плюс-минус. Напомню основные моменты, чтобы вы обязательно учитывали точность своего штриха, равномерность своего штриха, очень хорошую натяжку кожи и качественный выбор оборудования и пигментов. Спасибо большое, что были все это время с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, и мы максимально быстро и подробно постараемся на них ответить. А еще мы будем максимально вам признательны, если в комментариях вы укажете тему, которая была бы вам интересна или, возможно, наиболее для вас актуальна и сложна. И мы с удовольствием запишем очередной ролик для вас. Субтитры подогнал «Симон»